В Национальном центре медицины Республики открыли операционные блоки, дневной стационар маммологического центра. Какие возможности открываются для лечения пациентов, выясняла Виктория Федорова. Отныне пациенты с заболеваниями молочных желез будут проходить хирургическое лечение в амбулаторно-поликлинических условиях. Сразу после завершения этапа диагностики женщины смогут пройти хирургическое лечение. Я думаю, что этот маммологический центр позволит адекватно вести, выполнять диагностику и проводить этих больных, им очень хорошую терапию, как в палеоактивном плане, так и в хирургическом плане. И я думаю, что в последующем, скорее всего, вопрос станет и в психологическом сопровождении таких женщин. Республиканский маммологический центр начал свою работу на базе Национального центра медицины в 2012 году. С того момента значительно улучшились показатели ранней диагностики рака груди. У нас имеется единственная в республике полностью цифровая маммографическая установка, маммоматисперейшн фирмы Сименс, оснащенная томосинтезом. И этот аппарат позволяет исследовать молочную железу с толщиной 1 мм. Поэтому мы можем диагностировать очень маленькие формы рака. В последние годы болезнь стремительно молодеет и все чаще обнаруживается у женщин в возрасте до 40 лет. Отмечается, к сожалению, до сих пор не уменьшается число запущенных случаев. Диагноз рака молочной железы, установленный в третьей стадии, считается уже запущенным, место распространенным процессом. Именно на такой запущенной стадии заболевания в центр обратилась Светлана Соколова. После обследования словно приговор. Третья стадия. Вот обнаружилась небольшая шишечка, но диагностировали, что это все-таки рак. Коварная болезнь не обошла стороной и Анну Великую. Женщины диагностировали эту болезнь в конце 2014-го. Мы все преодолели это. Справились с этим заболеванием. Сейчас мы можем считать себя практически здоровыми людьми. Каждая женщина мечтает о красивой груди. Однако довольно часто женщины забывают следить за тем, чтобы грудь не стала заложницей серьезного заболевания. Женщина сама должна следить за своей молочной железой, знать ее состояние, знать форму молочной железы. С открытием операционного блока и дневного стационара будет сделан большой шаг для своевременного лечения рака груди. В последующем планируется внедрение реконструктивной хирургии молочных желез, которая позволит выполнять одномоментное восстановление молочной железы, а также расширить показания к органно-сохраняющим операциям.